Всем привет! С вами журнал Пикколо, я Алиса. Сегодня мы с вами приехали на очень интересную премьеру сказки. Тайна амулета. Мне уже не терпится узнать, что там будет, и просто даже посмотреть его. Давайте узнаем, что о нем думают гости. Пойдемте быстрее за мной. Какие у тебя ожидания от новой премьеры? Все самое хорошее, потому что это все-таки магия, а я в магию верю. Привет! Ну, надеемся, что будет очень интересно. А вот если бы вы оказались в какой-то странной ситуации, что бы вы делали первым делом? Я бы надеялась на сестру, а она на меня, как мы на этот мультик. У нас бы все получилось. Сидел бы и ждал, пока мне помогут. Я бы звонила Сереже и просила, чтобы он мне помог. А я говорю, пусть я поможу кто-нибудь другой, и я сам себе, вроде бы, пока не помогу. Ну, как это так. Если бы вы вернулись в детство, что бы вы сделали первым делом? Покрасил волосы. Покрасила бы ему волосы, да. Поели мороженое, потому что в детстве можно. В детстве можно, а сейчас уже нельзя. Пусть спали бы днем, или час, потому что сейчас тоже нет времени. Да, это точно нет. Как пришла идея сделать такую сказку? Идея вообще изначально про то, что хотим показать фольклор и какие у нас есть традиции, это идея продюсера Ирины. А дальше мы долго думали, как ее сделать интересной и для детей, и для взрослых. Как ее сделать современной, ненавязчивой. И в какой-то момент у нас было несколько вариантов сценария. Они были очень длинные, потому что хотелось вложить все. Ксюша говорит, наш автор сценария, на Бойченко, что давайте сделаем вот такую идею, что они станут детьми. У вас есть вещь, которая приносит вам удачу? Да. А какая? Их много. И это немножечко секрет, но у меня тоже есть амулет. Появился недавно, мне сделал его друг, но это уже другая традиция. Он из северных сказок, может быть когда-то и про него будет фильм. Ну, в детстве был, и мы с девчонками, моими подружками, их делали, а так нет. Теперь мы узнали ожидания от гостей о премьерном показе. Ну, а сейчас мы не будем рассказывать всех подробностей об этой сказке. Приходите в кино с 12 мая и все сами увидите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok